Принц Перси 2 Трона 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 Принц может смотреть на вещи с правильной стороны Гляди Сейчас ты увидишь, о чем я говорю Сейчас ты увидишь, о чем я говорю Перед тем, как мы заберемся на самый верх вавилонской башни, где будет проходить финал игры, разработчики накосячили с уступом в саду, на который нам необходимо цепляться. Самая настоящая недоработка, которую так и не пофиксили. Я думаю, что каждый игрок с ней сталкивался, кто когда-либо доходил до этого момента. Очень знаменитый баг, очень знаменитая недоработка. На ютубе существует очень много роликов по этой теме, как можно пройти это место. Игроки даже создали какие-то специальные то ли программы, то ли еще хрен знает что. В общем, если мы это качканем и что-то там полазим, поднастроим, то эту недоработку можно избежать. Ну, на самом деле ее можно избежать и без этих всяких программ и настроек. Достаточно просто несколько раз пробовать, либо же, допустим, включить ограничитель кадров, либо же, наоборот, отключить его. И принц рано или поздно зацепится не за вот этот вот уступ, а наоборот-таки пропрыгнет еще дальше. И зацепится сразу же за двери. Ну, их тут нету, но, короче, он зацепится за то место, в которое нам как раз-таки нужно будет спускаться. В общем-то, очень знаменитая недоработка. Каждый с ней сталкивался. Но я думаю, что многие игроки все-таки не заморачивались и, несколько раз пробуя, проходили этот этап игры. Поэтому движемся дальше. Что же касательно вертикальной синхронизации, хочу сказать, что если отключить ее, если мы отключим вертикальную синхронизацию и играть с повышенным FPS, то будет очень много недочетов и дополнительных сложностей. Например, принц периодически не сможет адекватно спуститься вниз по цепочке и порой может в ней застрять. Я думаю, что с этим тоже многие сталкивались. Стражники могут не вовремя остановиться и случайно ликвидироваться. Ну, а в некоторых местах мы просто-напросто не сможем нормально отталкиваться от досок, чтобы пропаркурить. Ну, а как вам вот такой вот баг? Это дело тоже происходит из-за огромного количества FPS. Пофиксить все это можно очень легко, просто зайдя в настройки и включив-таки синхронизацию кадров. Но порой с этими багами очень даже забавно играть. Поэтому движемся дальше. Также, например, в схватке со вторым боссом, это та самая бой-баба, во время момента, в котором нам нужно очень быстро кликать мышкой, принц может вообще улететь с ринга и оказаться в самом низу, где по идее мы не должны находиться и где по идее игра сразу же должна проваливаться. То есть туда нам никак не спуститься. Однако случается какой-то баг и игра здесь не завершается. И мы можем даже побегать и продолжить битву. Не, не, не сейчас! Перед нашим первым заездом на карете мы будем играть за темного принца и убегать от стражи, закрывая за собой ворота. Однако уже спустя пару секунд после этого, когда мы встаем в воду и превращаемся в обычного принца, нам снова показывают эти ворота, и вся стража, почему-то, вдруг, резко и неожиданно, очень быстро куда-то исчезает. Ты уверен, что справишься с этой штукой? Спустя еще пару секунд, когда принц сел на карету, нам показывают сцену, в которой он мчится, минуя стражу, и фару, которую куда-то тащила стража. И вот уже в этой сцене присутствует какой-то непонятный момент, и если мы приклядимся, то заметим, как на земле до сих пор осталась анимация от колес кареты. Вот только при этом сама карета принца уже давным-давно далеко от этого места, а анимация земли почему-то здесь присутствует. И вновь принц начал свое путешествие домой. Он был объят жаждой мести, и думал лишь о том, как он покарает визиря. Возле всех сундуков игры нужно быть предельно аккуратным, так как можно запросто в них застрять. Возле всех сундуков играет. Он когда-то был человеком. После битвы с первым боссом, тем самым толстячком по имени Кломпа, принц превращается в темного и спускается в какую-то подсемку, из которой мы незамедлительно выбираемся. И спустя пару минут доходит до воды, встав на которую принц снова становится обычным. Вот только если мы посмотрим на нее, то порой никакой воды не обнаружим. Связано это, как всегда, то ли с большим количеством FPS, то ли порой даже просто так, если мы будем очень долго играть в эту игру. В игре может пропасть худ, на экране появятся самые различные мерцания и непонятные эффекты, а вода с огнем попросту пропадают. По крайней мере, видимо, ибо по звукам она здесь точно есть. Связано это, как всегда, ибо по звукам она здесь точно есть. Деревянные открытые двери, вдруг резко и без всяких веских на то причин, замедились на железные ворота, которые к тому же быстренько закрылись, когда мы встали в воду. В локации крыши Нижнего города, если мы не будем убивать лучников, а просто по-быстрому пробежим по стене, то в сцене на этих крышах их уже не будет. В чём дело? Нам кто-то помогает? Клин? Зоведливой Rosen Итанис Спустя непродолжительное время, кстати, всё в этом же месте, если мы опять не будем их убивать, то не запустится небольшая сцена с диалогом внутреннего голоса, и мы можем таким образом даже сэкономить время. Это что такое было? Почти такая же фигня, только наоборот перед сценой с фарой после локации туннель-арены. Это тот самый момент, когда ещё откуда ни возьмись появляются ворота. Если перед диалогом посмотреть на дальние крыши, то кроме одного лучника мы там больше никого не обнаружим, однако уже после сцены там появляется целый отряд противников. Ну а сзади нас только что убитая стража куда-то вдруг очень быстро исчезла. Как во имя неба тебе удалось прожить так долго? Да и вообще в игре очень много моментов, когда стража не сразу появляется. Вот например в локации Портовый район. Если посмотреть вдаль, то внизу мы там никого не обнаружим. Однако спустя непродолжительное время после паркура, когда мы подбираемся поближе к этому месту, здесь откуда ни возьмись появляется стражник, которого нам нужно ликвидировать. то же самое пройдя еще чуть-чуть дальше. Лучник появляется прямо на наших глазах. Я думаю, что если еще побегать и повнимательно присмотреться, то мы сможем очень много найти вот таких вот моментов, когда стража либо пропадает, либо появляется прямо на наших глазах. Ну а под конец ролика хочу показать вам очень схожую недоработку, как в самом начале этого видео, только уже связанную с фаром. В локации с названием Разумстроение, когда нам нужно поворачивать рычаги, дабы поднять мост, фара в это время, по всей видимости, будет просто висеть в воздухе. Что ж, ну а на этом все. Это были 12 ошибок, которые допустили разработчики Ubisoft Games, которые так и не были замечены, так и не были исправлены. Ну и о которых, возможно, вы не знали. Надеюсь, вы досмотрели до этого момента, и если это так, если это действительно так, если вы досмотрели до конца, то напишите кодовое слово, которое звучит как крыши нижнего города в Принц оф Пёрже. Вот такое вот длинное и забавное кодовое слово, но если вы его напишите, то тогда я точно буду понимать, что вот именно ты досмотрел до конца. Большое спасибо то, что смотришь мои ролики. И за это я поставлю тебе лайк на твой комментарий. Надеюсь, ты уже поставил свой лайк на это видео. Ну и, наверное, увидимся в следующих. Всем удачи и до скорого!